Все, что нас окружает, это творчество. Любой продукт можно использовать в арт-терапии. Но если переводить, то в переводе арт-терапия – это лечение творчеством, лечение изобразительным искусством. Сюда входит и лепка, и рисование, коллажирование, которое у нас сегодня будет, и также танцевально-двигательное. Это занятие посвящено именно арт-методикам, при помощи которых можно работать с детками, у которых есть инвалидность, также с детками, которые травмированы, у которых понижена самооценка. Ребенок с какими-либо нарушениями, он может взять тот же песок, в песке можно строить, можно работать как с мамой, так и самому. И также это тактильные ощущения, которыми ребенок наслаждается, от природного материала, от рисунка, рисуя руками. Сегодня нас обучали технике арт-терапии, которая была направлена на я-концепцию, вообще представление собственного я-образа. Научилась я, мне стало более понятнее, то, как правильно интерпретировать основу арт-терапии, и как с ней правильно работать. Мы выучили основные стадии работы, принципы, задачи. Среди участниц есть студенты, будущие психологи, то есть которые идут успешно к знаниям. И также есть уже опытные профессионалы, которые решили пополнить копилочку своего профессионализма. Навыки, которые мы получим, мы хотим применять в работе с детьми с особенностями, просто с детками, у которых проблемы социальной адаптацией, со всеми, кто придет в наш центр.